Вы, кстати, смотрели? Нет. Почему? Ну, кто мне это сам? Да я вам уже что-то еще раз говорил. Все есть в интернете. И, кстати, ни одного поганого слова. Вот честно, я что-то смотрю. Ни одного на вас поганого слова. Обычно что такое интернет? И вот, кстати, детектор лжи. Мне сказали, Юра, это у тебя детектор лжи. Если человек, говорит, соглашается с пожеланием. Пожелание. Пожелание нашему движению. Пожелание. Пожелание нашему движению, нашему, помните? Я помню, я помню, я помню. Ключи. Я включил. А, включил. Ну, пожелание, что я ему сказать, Юра, чтобы все, кто принимает участие в движении, были с твоей энергией, с твоим напором, с твоим желанием добиться конкретного результата. Тогда, я думаю, что и движение состоится как таковое. И самое главное, что будет результат, и мы сможем наших детей, наше подрастающее поколение, хотя бы частично, но уберечь от той. Гадости от той заразы, от той страшной чумы 20-го и 21-го века, которая их может поглотить. Поэтому, пожелание еще раз, чтобы все получилось нашему движению, чтобы такие же люди принципиальные и верящие в то, что движение даст результаты, были рядом. И чтобы все, кому положено по штату, по положению, по закону, чтобы эти все люди и все эти организации поддерживали и помогали. Владимир Владимирович, что мне нужно сказать Владимиру Дмитриевичу, чтобы он меня все-таки принял. Вы знаете, я оказался в категории его самых близких родственников. Самое тяжело, кто ему попасть. Это Людмиле Александровне, Владу Чайки, Зимея Андреевне. Я не знаю, как им попадать. Ну я вообще не знаю, как им попадать. Я с его семьей не сталкиваюсь. Но, если хочешь попасть, приходи в 8-10 и лови его для кабинета. Просто ловить его без всяких звонков. Да, без всяких звонков. Это был опыт, тот, который жизнь доказала. Что должно случиться в Николаеве, чтобы для Владимира Дмитриевича это стала проблема действительно номер один? Ни дороги, ни ЖКХ, ни... Или никогда это не будет? Во-первых, не дай бог, что-то случилось. Но, Юр, я не думаю, что у мэра это станет когда-то проблемой номер один. Потому что у него раны, ты сегодня людям пойди скажи, что у него течет крыша, это его не проблема. Вот это все в сторону, а давайте будем заниматься другим. Каждый человек, что болит, то... 40 тысяч наркоманов в Николаеве, 100 тысяч созависимых, 100 тысяч. Молодежь, мы уже потеряли, которые сегодня с 16 до 25, которые пьют и курят и нюхают. Все, мы их уже потеряли, от них уже не будет ни внуков, никого не будет. И что, Чайка их переделает сейчас? Их уже мы не переделаем. Сейчас идет разговор о вот этих, которым еще 10-5 лет, вот которые еще до 12-ти, вот которые еще родились только и до 12-ти лет. Вот их еще нужно не то, что переделывать, а как бы вот... Тех мы уже потеряли, тем мы уже ничего не объясним. Мы им уже не объясним, что лучше работать, а не шляться по ночным клубам и не шляться по ганделикам. Да, я с тобой согласен, но ты понимаешь, что один, два, даже, будем говорить так, руководство всего города и, допустим, ну, все структуры городские, которые имеют хоть какую-то власть, даже если они все вместе подключатся, это не даст итогового результата. Это должна быть глобальная государственная политика. Владимир Иванович, я занимаюсь этим вопросом два года. Я абсолютно уверен, абсолютно уверен, желание городской власти, желание депутатов городского совета и проблему можно решить за год. За год можно решить... Помнишь, как мы с тобой дилериум это закрывали? На комиссии вот здесь вот и так далее. Ну, помни тебе, сколько человек было за? Сидело в зале 40 человек, а за было два человека. Алло. Да, Томочка? Владимир Иванович, лично мне пожелание, потому что я уже все, я уже в эту кучу как бы залез. Только я не делю тебя лично, я тебе сказал, тебе лично. Я сказал, чтобы все были такие, как ты. Да мне всей не надо, мне надо хотя бы еще человек 5-6 на город, на полумиллионный город. Это ты ищем. Не, ну ищем, ищем, ищем. Ищем. Чем ваша дочка, кстати, занимается? Или она работает? Она сейчас в декрете. Просто в декрете? Ну, в одноклассниках, конечно. Вот. Дочку вашу видел. Ну, это самое. Она была до декрета заведующим отделом в Эксимбанке. Сейчас в декрете 12 мая будет 3 года, выйдет на работу. А, она возвращается в Эксимбанк? Да, да. Да, да. Я хотел, чтобы они мне быстренько внука еще сделают. Но они что-то там выпендривались и поэтому. Вот. Это вот для ваших, вот это еще можно спасти вашу внучку. Вот ее еще можно спасти. Так, Юрка, ну полно людей. Все, спасибо. Спасибо. Да.